Здравствуйте, мои подписчики и гости канала. Это третье видео, посвящённое машинам и аппаратам линий производства плесневых грибов на Барде спиртовых заводов. Начиная с этой лекции мы будем рассматривать подробно аппараты, которые входят в состав этих линий, а именно аппараты для приготовления, стерилизации и охлаждения маточной среды. В этом видео мы рассмотрим смесители. Важно отметить, что каждый из далее рассмотренных аппаратов выполняет важную роль для получения качественных плесневых грибов, которые выполняют свою основную функцию, функцию осахаривания разваренного крахмала, содержащего сырья. Питательную среду для выращивания грибной культуры приготавливают в смесителе. Затем её перемешивают механической мешалкой и стерилизуют в специальных подогревателях. Нагретую среду выдерживают в аппарате выдерживателя и охлаждают до температуры выращивания в поверхностном теплообменнике. Далее мы рассмотрим смесители. На слайде представлено изображение смесителя для приготовления жидкой питательной среды, на которой выращивается пассивная культура в маточнике. В аппарате 1 установлен вал 2, на нижнем конце которого закреплена трёхлопастная пропеллерная мешалка 7. Она приводится во вращение от электродвигателя 5 через редуктор 6, соединённый муфтой 3 с валом. На крышке имеется люк 4 и штуцеры для ввода компонентов среды и обмена воздуха. Корпус смесителя изготовлен из марки стали ST3. Смеситель для приготовления среды, подаваемый в производственный ферментатор, конструктивно не отличается от рассмотренного. Геометрические размеры его зависят от объёма ферментатора. Техническая характеристика смесителей представлена в таблице на слайде. Рассмотрим примерный расчёт смесителя для среды, подаваемой в маточник. В смесителе приготовляется среда для маточника. Полезный рабочий объём маточника в большое мат Р 2,5 кубометра, 10% от объёма ферментатора. Плотность перемешиваемой среды РОЭС 1050 кг на кубометр. Динамическая вязкость среды МЮЭС 0,25 паскаль секунда. Маточник заполняется средой в течение 30 минут. В расчёте определим основные размеры смесителя и мощность приводного электродвигателя механической мешалки. Вначале определим геометрические размеры. Питательную среду можно приготовить в процессе заполнения. Поэтому рабочий объём смесителя в СМР может быть меньше рабочего объёма маточника. Принимаем объём смесителя в 70% от рабочего объёма маточника. Полный расчётный объём смесителя с учётом коэффициента заполнения смесителя средой N это Z 0,7. 2,5 кубометра. Принимаем внутренний диаметр аппарата D большое внутреннее 1,4 метра. Высота верхнего и нижнего конуса конусов H1 рассчитывается по формуле, представленной на слайде. При этом альфа – это угол между образующей конуса днища и диаметром цилиндрической части аппарата. Объём конуса рассчитываем по формуле, представленной на слайде. Объём конической крышки является нерабочим, поэтому его в расчёт не принимаем. Объём цилиндрической части и высоту цилиндрической части смесителя рассчитываем по формулам, представленным на слайде. При этом fc – это площадь сечения цилиндрической части в квадратных метрах. После расчёта принимаем высоту цилиндрической части смесителя Hc равную 1,6 метра. Полезный конструктивный объём смесителя рассчитываем по формуле, представленной на слайде. Истинный рабочий объём смесителя принимаем 1,85 кубометров. Аппарат работает при атмосферном давлении, поэтому толщину стенок корпуса принимаем по соображениям обеспечения жёсткости конструкции с учётом нагрузки от привода мешалки. Дельта равно 5 мм. Выбор мешалки и определение мощности приводного электродвигателя. Для приготовления суспензий с высоким содержанием до 10% твёрдой фазы рекомендуется применять пропеллерные мешалки, обеспечивающие быстрое и интенсивное перемешивание. Принимаем к установке трёхлопастную пропеллерную мешалку. Диаметр мешалки рассчитываем по формуле, представленной на слайде. Коэффициент перед значением внутреннего диаметра аппарата D большое внутреннее принимаем в диапазоне от 0,2 до 0,33. Эти коэффициенты были получены экспериментальным путём. Для нашего расчёта мы выбираем из этого диапазона коэффициент и принимаем его равным 0,32. Получаем диаметр мешалки по формуле 448 мм. Принимаем диаметр мешалки D малая m 450 мм. После чего рассчитываем частоту вращения мешалки по формуле, представленной на слайде. При этом ω – это окружная скорость мешалки и при вязкости среды μs 0,25 паскаль секунды ω равно 4,8 м в секунду. В таблице на слайде представлены оптимальные окружные скорости перемешивающих устройств в зависимости от вязкости перемешиваемой среды. И в качестве перемешивающих устройств в таблице представлены лопастные, турбинные, открытые и закрытые, пропеллерные перемешивающие устройства. Частота вращения мешалки должна быть связана с частотой вращения привода. После расчета частота вращения мешалки получилась 3,4 оборота в секунду. Предварительно выбираем привод вертикальный с частотой вращения выходного вала 180 оборотов в минуту, то есть 3 оборота в секунду. И принимаем частоту вращения мешалки n малая 3 оборота в секунду. Мощность nm, потребную для перемешивания среды мешалкой при установившемся режиме в аппарате, без учета вспомогательных устройств, определяем по формуле, представленной на слайде. При этом, ρS – это плотность среды, 1050 кг на кубометр, n – частота вращения мешалки 3 оборота в секунду, kN – это критерий мощности, который зависит от интенсивности перемешивания и характеризуется значением центробежного критерия Рейнольдса, который рассчитывается по формуле, представленной на слайде. По графикам, которые получены экспериментальным путем, мы определяем значение kN. Здесь следует сделать небольшое отступление и рассказать вам об этих графиках. Сейчас вы на слайде видите график для определения критерия мощности, kN, для лопастных и листовых перемешивающих устройств. При этом на этом графике представлено 4 линии. Далее мы рассмотрим еще два графика, но пока я расскажу вам, как получаются эти графики. Эти графики получаются экспериментальным путем. Берутся модельные мешалки небольшого размера, например, с диаметром внутренним d большое внутреннее равное 100 мм. Туда устанавливается мешалка той или иной конфигурации. Чтобы соотношение между d большое внутреннее и dm было, допустим, как в наших графиках, равно полутора, или для графика 3 и 4 равно двум, и исследуется процесс перемешивания на разных частотах вращения с разными средами. Чтобы отличались плотности среды, чтобы отличалась динамическая вязкость среды. Обычно исследуются от 10 до 20 различных сред. Поскольку мы с вами рассматриваем пищевое производство, то исследуются пищевые среды, которые наиболее часто подвергаются перемешиванию. Таким образом определяются различные критерии Рейнольца, то есть ось абсцисс, и параллельно определяется КН. Эти данные можно переносить в соответствии с критериями подобия, которые мы, к сожалению, не будем рассматривать в данной лекции, по критериям подобия можно переносить на мешалки больших размеров. На слайде, который вы видите на экране сейчас, представлен график для определения критерия мощности КН для якорных, рамных и пропеллерных перемешивающих устройств. На этом слайде представлены графики для определения критерия мощности КН для турбинных перемешивающих устройств. Как вы могли заметить, на графиках есть участки, на которых линии пересекаются. Допустим, на том графике, который вы видите сейчас, на малых числах Рейнольца графики 1, 2 и 3 представляют собой одну линию и разветвляются только лишь при увеличении числа Рейнольца больше какого-то значения. Графики представлены в двойных логарифмических координатах, то есть соседние точки будут отличаться в 10 раз. Ключевые линии на графике будут отличаться в 10 раз. Вот сейчас я сделал более толстыми линиями на последнем графике, который я показывал для турбинных перемешивающих устройств. Я выделил границы, ну так называемых квадратов логарифмической линейки. Линиями более толстой толщины на графике для определения критерия мощности для турбинных перемешивающих устройств. Я выделил те значения, которые кратны 10. То есть это 10, 100, 1000, 10 в 4, 10 в 5 и так далее. Это если мы берем значения по оси абсцисс и вертикальные линии, которые ей перпендикулярны. Или же для значений ординат, то есть для значения критерия мощности, это значения будут 1, 10 и 100. То есть если в обычных декартовых координатах у нас значения отличаются линейно, то есть 1, 2, 3, 4, 5, то здесь отличаются на порядок. А порядок это значения в 10 степени. Если у нас значения отличаются на порядок, это значит они больше или меньше в 10 раз. На два порядка больше или меньше в 100 раз. Это важно учитывать, когда вы работаете с логарифмическими координатами. По графикам находим значения коэффициента мощности. Мы выбрали аппарат без перегородок с пропеллерной мешалкой. И при соотношении D большой внутренней к диаметру мешалки 3,1. Мы вначале нашли Рейнольдс центробежный на оси абсцисс. Он равен 2550. Поднялись выше, показанной стрелкой, то графика. Кривой 2. Графика для определения критериев мощности для якорных, рамных и пропеллерных перемешивающих устройств. И после этого, после пересечения с графиком, мы снесли на левую ось ординат и по этой оси определили значение коэффициента мощности. Коэффициент мощности будет равен 0,37. Расчетная мощность на валу мешалки рассчитана по формуле, представленной на слайде. В этой формуле К1 – коэффициент, учитывающий увеличение потребляемой мощности при пуске или в результате увеличения сопротивления среды при перемешивании из-за добавления к ней компонентов. Поэтому принимаем К1, равное 1,25. Сумма К1 – это сумма коэффициентов, учитывающих увеличение мощности из-за наличия в аппарате вспомогательных устройств. Сумма коэффициентов равна 0,2. Значение коэффициентов К1 для аппаратов без отражательных перегородок выбирается по таблице, представленной на слайде, в зависимости от внутреннего устройства аппаратов и типа перемешивающих устройств. Символ DN обозначает наружный диаметр труб змеевика, DVN – внутренний диаметр аппарата. КЗ – коэффициент, учитывающий степень заполнения аппарата средой, рассчитывается по формуле, представленной на слайде. При этом высота слоя АНЖ, перемешиваемой жидкости в аппарате, рассчитывается по формуле, представленной на слайде. После расчета принимаем АНЖ, равная 1,68 метров. Установленная мощность воприводного электродвигателя рассчитывается по формуле, представленной на слайде. В этом видео мы начали рассматривать оборудование, а именно аппараты, для приготовления, стерилизации и охлаждения маточной среды. В этом видео мы рассмотрели смесители, а также принципы их расчета. Одним из важных моментов в расчете смесителей это работа с логарифмическими графиками. Точнее с графиками, построенными в логарифмических координатах. Их мы подробно затронули в этом видео. Спасибо вам за внимание. Подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик уведомления, а на колокольчике обязательно поставьте все уведомления, чтобы получать уведомления о новых видео. Вот здесь, в конечных заставках, появятся две плашки со ссылками на другие видео из этого цикла лекций. Если вам этих двух видео недостаточно, вы можете перейти по ссылкам в описании или подсказках. Всего в этом цикле лекций будет 9 видео. Желаю вам всяческих успехов и до новых встреч!